В Ак-Тубе открылся форум социального предпринимательства. Впервые в западном регионе он проводится на международном уровне и посвящен проблемам социального бизнеса общества. Участие в нем принимают основатели социальных предприятий из шести стран мира. Лейла Уясова сейчас на прямой связи со студией. Лейла, здравствуйте. Как проходит форум? Здравствуйте, Альфия. В Ак-Тубе сегодня собрались участники международного форума социального предпринимательства. Приехали гости со всей страны и зарубежья. В эти минуты он уже открывается. В работе форума принимает участие министр труда и социальной защиты Казахстана Мадина Блокосымова. Яркий пример социального предпринимательства в регионе – проект «Пандус ОК». За четыре года Шахан Жудаспаев адаптировал к нуждам инвалидов больше 50 проектов. Пока молодой предприниматель строит пандусы и подъемники для колясочников, Ботагос Бюйсекова мечтает открыть детский сад для детей с ДЦП. Семь лет назад она открыла в городе центр развития ГАЖАП. Его посещают 116 детей. Почти все они прикованы к инвалидному креслу. По словам мамы, которая сама столкнулась с проблемой реабилитации таких детей, чтобы открыть хотя бы одну группу для детей-инвалидов с тяжелой формой ДЦП, эпилепсии и сахарным диабетом, им нужна поддержка государства. Если бы, конечно, государство выделяло бы деньги для наших детей, то родители какую-то часть оплачивали, и это было бы, может, подъемно для них. Если за больного ребенка с инвалидностью будут оплачивать 40 тысяч, и там 1015 сверху или 20 родителей за узких специалистов в отдельности, тогда, я думаю, это будет очень даже хорошо. Форум станет диалоговой площадкой для сотрудничества между государством, бизнесом и неправительственными организациями. Бейла, какие задачи сегодня ставят в главу угла социальных предпринимателей? Да, Альфия во главу угла сегодня социальные предприниматели ставят не прибыль, а поддержку людей с ограниченными возможностями, их адаптацию в обществе. И основной упор сегодня делается на трудоустройство инвалидов. Людей с ментальными нарушениями, например, можно научить плести корзины, вязать теплые вещи, печь булочки и обслуживать посетителей в кафе. Здесь представили фотовыставку под названием «Актюбе трудовая». По этим снимкам можно судить о роли актюбинских женщин в развитии малого и среднего бизнеса. Из актюбинского и зарубежного опыта, представленного здесь, есть очень интересные примеры. Вот эксперт Айлин Сатун-Улсун помогает турецким женщинам объединяться в сельхозкооперативы и продвигать свою продукцию в городе. Ее коллега из Грузии, Нана Чикарели, дала работу беженкам, которые возрождают древнюю грузинскую технику создания посуды и украшений из перегородчатой эмали. В Грузии появилось 26 тысяч вынужденных перемешанных людей. И, конечно, для них первая проблема была, чтобы у них не было работы. Мы решили сделать социальные предприятия. В нашей стране ростки социального предпринимательства только начинают пробиваться. И теперь самое главное поддержать инициативы тех, кто готов приносить пользу обществу. Итоги форума подведут завтра. На этом у меня все. Альфия. Лейла, спасибо большое за информацию. На прямой связи со студией была Лейла Уесова. Мы продолжаем.